Какой царь самый грозный? Что было подвязано на поясе у опречников? В каком году началась революция? Сотая доля возможных вопросов на ЕГЭ по истории. На столе только листок и ручка. На экзамен торопятся не школьники, а родители. Не разрешается использовать при записи ответа на задание с кратким ответом никаких иных символов, кроме символов ирицы, латиницы, арабских цифр, запятой и знаков уфиз. Александр Ковалевский – многодетный отец. Старший ребенок учится в девятом классе. Отправляя на экзамен, пощекотать нервы придется не раз. Решил сам пройти все испытания. Мне просто интересно посмотреть, что там ребенок будет испытывать, какие моменты, какие вопросы. В прошлой ЕГЭ я посмотрел, какие были вопросы. Очень было интересно. Неоднозначно, но интересно. Сели за парту звезды кино и телевидения. Дмитрий Дебров – актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Маховиков и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Я хочу, конечно, пожелать сегодня и родителям быть на уровне, на высоком. И детишкам, конечно, пожелать всем ребятам удачи и успеха. Обязательно. И чтобы они уже все-таки 11 класс, они уже должны, наверное, как-то определиться в выборе своих профессий. То, что они выберут, пусть это будет для них мечта, которая обязательно исполнится. 45 минут – время для сокращенного варианта экзамена. Акцию проводят, чтобы снять лишнее напряжение и проверить все на себе. Поэтому все по-настоящему. Регистрация, проход через металлоискатель, гаджеты под запретом. Мы проверили то, как организовано именно. Вовремя ли печатаются кимы, там все раздаточные материалы, как вообще организована эта система. Все абсолютно правильно и грамотно. Родители не знали, что такое единый государственный экзамен, форма его проведения. А так, чтобы пройти от и до, и сесть написать, и заполнить эти контрольно-измерительные материалы, и увидеть самими глазами. И когда они в семью придут, побеседуют с ребенком, убедят всех своих родственников, что ничего страшного нет, и обязательно они сдадут этот экзамен, вот для этого все и делается. Акцию проводят четвертый раз. В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы. Экзамен по истории позади. Более 30 родителей теперь спокойнее отнесутся к ЕГЭ. Но в круглой школе только дан старт акции. Теперь в течение месяца родители Подмосковья смогут пройти испытания, чтобы проверить свои знания. Жанна Набок, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.